Некоторые тексты сложно писать, некоторые ситуации сложно представлять и тем более осознать. Пожар в Кемерово у нее жизни 64-х человек, среди которых и дети, и взрослые. 28 марта в России был объявлен днем траура. В Самаре тысячи людей собрались на площади Славы, сквере Родина, на площади Героев 21-й армии. Не остались в стороне жители Тольятти, а также других городов и районов области. Как сказали участники акции памяти, чужих детей не бывает и горе общее. Дети остались без родителей, а родители без детей. Эти кадры буквально парализуют. Ужас, страх, паника. В тот воскресный день в торговом центре были сотни людей. Эвакуироваться все не успели. Едкий дым буквально за секунды распространился по всему этажу. Виновных в трагедии сейчас ищут. Уже задержан гендиректор компании собственника центра. По информации следователей, на объекте несколько раз проводили перепланировку, чтобы увеличить количество помещений для сдачи в аренду. Это привело к созданию препятствий на путях эвакуации, а также к повреждению систем автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре. Расследование дела находится под контролем президента России. В Кемерове он провел специальное совещание, возложил цветы к стихийному мемориалу. Подобные появились не только в России, но и во многих городах мира. Марина шесть лет назад и из Кемерово с сыном переехала в Самару. В Сибири остались родственники и друзья. То есть самой зимней вишни. Она была не раз. Боюсь позвонить знакомым, друзьям, услышать фамилии. Играет музыка, но при этом здесь ужасно тихо. Огонь унес жизни 64-х человек. Погибли дети. Самарцы к стихийным мемориалам приходят с семьями. Приносят цветы, свечи, игрушки. У всех есть дети. Это общее горе не только для города Кемерово. Поэтому решили прийти почтить память. Ну, потому что жалко, потому что переживаем. Потому что мы взрослые, наверное, в ответе за всех. За детей в частности. Может, что-нибудь когда-нибудь поправится в нашей жизни. Будем более ответственны, более внимательны друг к другу. Трагедия всей страны нашей. И не прийти просто сюда было невозможно. Чувства ужасные. Я смотрела по телевизору, в интернете. Горе большое. Всей семьей переживаем. Хочется помочь как-то людям. Очень тяжело. Акции памяти прошли и в Тольятти. Это просто не укладывается в голове. Даже слов не подобрать, как это страшно. Потому что я мать. Я это близко очень-очень приняла. Акции памяти состоялись и в районах области. В стороне не остался никто. Некоторые материалы сложно писать. Некоторые ситуации страшно представлять. И тем более осознать. Кемерово. Мы с тобой. По поручению президента по всей России проходят проверки торговых центров и мест массового скопления людей. Наш регион не исключение. Представители МЧС и прокуратуры особое внимание уделяют кинозалам, детским зонам, доступности выходов, оценивают и уровень подготовки сотрудников. По итогам инспекции недостатки есть, но они не критичны. Сейчас их уже устраняют. Наши корреспонденты подготовили подробный репортаж. Звучит сирена и речевое оповещение. Посетители торгового центра «Амбар» призывают покинуть здание. Одни быстро бегут к выходам, а другие не торопятся. Главное – никакой давки и паники. После недавней трагедии в Кемерове представители главного управления МЧС России по Самарской области совместно с прокуратурой проводят комплексную проверку торговых центров. По словам сотрудников безопасности, максимальное время, за которое происходит эвакуация, на объекте – 8 минут. В этот раз справились за 4. Утром в будни тут не так много посетителей. Помимо основных выходов, которыми мы все привыкли пользоваться, существуют запасные. Обратите внимание на табличку. Это кратчайший путь на улицу. Нажимаем на ручку – дверь открывается. Коридор оснащен всеми необходимыми датчиками. Ориентироваться здесь можно по табличкам на стенах. Даже если основное освещение будет отключено, их все равно видно в темноте. А вот и дверь, которая ведет на улицу. Если объявлена эвакуация, срабатывает автоматическая разблокировка. Всего же здесь 8 основных выходов, а вместе с запасными больше 40. А вот и так называемая пультовая комната. На экранах отображена вся информация по торговому центру. В случае ЧП сюда поступает сигнал тревоги. Мониторщик направляет туда человека, который должен посмотреть, что происходит, масштабы. Я, в свою очередь, вызываю пожарную охрану, сообщаю выживающему руководству. И самое главное – начинаем эвакуировать посетителей, персонал. Пристальное внимание к детским зонам. Выход здесь удалось найти с трудом. Мешала занавеска. Такого быть торгового центра не должно. Происходит пожар, задымление. На данной ширме не видно таблички «выход». Соответственно, люди не смогут сюда эвакуироваться. Батуты, сетка, наполнение бассейнов. У представителей надзорных органов – вопросы. На данный момент арендатору будет подготовлен большой запрос. По факту арендатор обязан будет предоставить свидетельства и сертификаты. По факту негорючести. Если сертификаты не будут представлены, будет составлен протокол административного порушения. В мега-сети люди в погонах сразу идут в кинотеатр. Многие из погибших в Кемерове оказались заблокированы в залах. Осматривают систему дымоотведения. Выходы, освещение экзаменуют администратора. «Если очаг возгорания на территории торгового центра, значит, мы начинаем на своей территории эвакуировать людей уже по инструкции». «Помином 112, какой номер телефон еще можно сказать?» «101». «Еще?» «01». Администратор отвечает верно. Билетер в порядке действий ошибается. По итогам беседы – предупреждение руководству торгового центра. Чаще проводить инструктаж с сотрудниками. В меге – тоже вопросы к уровню подготовки персонала. Система безопасности здесь полностью автоматизирована. Весь центр разделен на отсеки. Каждый может блокироваться специальными шторами, как в подводной лодке. Но автоматики доверяют чересчур. Как должны действовать сотрудники в случае ЧП руководства центра, знает не во всех деталях. Например, когда работнику нужно вызвать пожарных, если он увидел возгорание. «Уже начался огонь, автоматическое тушение происходит». «Пожарным в какой момент должен звонить?» «Он пожарному не должен звонить». Сотрудник МЧС делает замечание. Согласно инструкции, пожарных надо вызывать в первую очередь. А это уже паркхаус. Имитация задымления. Делы в спешке закрываются, посетители в срочном порядке – на улицу. Схема, по словам работников торгового центра, отработанная. «Нас эвакуируют раз в месяц, наверное, или в два где-то так. Очень часто. Все знают, где находятся эвакуационные выходы, куда идти, куда бежать». И все же в ходе проверки выяснилось, доступ к некоторым неосновным эвакуационным выходам затруднен. Мешают товары. «Что еще стоит? Медики, батрушки, да. Давайте, пока мы сейчас будем гулять, моя просьба – убрать это. И когда мы будем сюда возвращаться, чтобы этот путь был чистым». Промежуточные итоги комплексной инспекции приводят на встречи главы региона с представителями МЧС и областной прокуратуры. Напомним, задачу оценить безопасность всех торговых центров Дмитрий Азаров обсудил с начальником регионального МЧС еще в понедельник. Пока в списке на проверку 186 мест массового скопления людей. Однако перечень еще будет расти. «В ближайшее время постараемся закончить с крупными объектами, потом уже перейдем там у нас, потому что поручение обширное, там еще перейдем к более мелким, и вот поэтому мы, о чем мы говорили, список немножко будет добавляться». По итогам уже состоявшихся проверок недостатки есть, но они не критичны. В основном не хватает огнетушителей, мелкие нарушения с путями эвакуации. Все недочеты устраняются. «Было обращено внимание на отделку стены потолков, и самое главное – это на знание персоналам своих действий в случае нештатной ситуации. Было предложено провести тренировки руководителям, а также спланировать проведение пожарно-тактических занятий с привлечением специальной техники пожарной для того, чтобы еще раз все понимали, как действовать в случае возникновения пожара». Олег Бойко говорит, большинство арендаторов в торговых центрах относятся к малому бизнесу. Часто они не пускают инспекторов, ссылаясь на запрет внезапных проверок. Дмитрий Азаров еще раз подчеркивает – жизнь и здоровье людей на первом месте. К тому же нормативные акты дают право в исключительных случаях проводить инспекции в любое время. «Первостепенно здесь – это, конечно, вопросы безопасности, вопросы постоянного контроля. Там, где нужна помощь органов власти, государственные, местные власти, пожалуйста, информацию предоставляйте, чтобы исполнение ваших предписаний буквально день в день было обеспечено». Чтобы сомнений в объективности инспекции не было, глава региона призвал активнее привлекать средства массовой информации. Со следующей недели к работе подключатся и члены общественной палаты Самарской области. Результаты всех проверок должны быть готовы в срок до 30 апреля. Отмечу, что в регионе уже есть опыт купирования пожара в торговых центрах. В октябре прошлого года возгорание произошло в амбаре. Система пожарной сигнализации сработала без сбоев. Людей эвакуировали до приезда пожарных за считанные минуты. К административной ответственности был привлечен руководитель подразделения, а также сотрудники, виновные в возгорании. Теперь в каждом торговом центре противопожарные учения будут проводиться минимум раз в полгода. Управление регионального МЧС уже готовит необходимые документы. Владельцы объектов эту инициативу поддержали. Вопросы безопасности обсуждали на этой неделе и в Губернской думе. Депутаты заслушали отчет главы регионального МВД Александра Винникова о работе полиции в прошлом году. Общее количество совершенных преступлений 44 тысячи 29. Например, в 2016 было 44 тысячи 102. То есть снижение есть, но не столь значительное, поэтому впереди явно много работы. При этом раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких составов, разбоев, грабежей, крашей и мошенничеств в Самарской области выше среднероссийского и окружного показателей. Хороший результат, по словам начальника главка, дает сотрудничество с общественными движениями. Привлечение охраны правопорядка общественных формирований, повышение значимости технических средств по обеспечению общественной безопасности делились одним из факторов, позволяющих стабилизировать оперативную обстановку в общественных местах и на улицах населенных пунктов Самарской области, где количество совершенных преступлений сократилось на 12%. Конечно, роль в этом сыграли и ограничения на продажу алкоголя, но областная прокуратура потребовала соблюсти федеральный закон и отменить некоторые положения областного. Так, парламентариям предлагалось снять ограничения на продажу спиртного в помещениях меньше 50 квадратных метров, если они находятся в жилых домах, и разрешить торговлю алкоголем в местах общепита ночью. Депутаты хотели оспорить требования прокуратуры в суде, ведь поправки дают новую жизнь так называемым разливайкам. Однако в итоге выбрали компромиссный вариант. Поправки принять, но точку в этом вопросе не ставить. Мы сегодня влиять на это не можем, это федеральный закон, закон есть закон, но тем не менее мы направили три месяца назад законодательную инициативу о том, чтобы Государственная Дума вернула эти полномочия в субъекты Российской Федерации, и чтобы каждый субъект Российской Федерации мог регулировать этот процесс, исходя из реалий, в которых живет тот или иной субъект, принимать те решения, которые необходимы по ограничению продажи спиртных напитков в объектах общественного питания. Одной инициативой депутаты не ограничивались. Парламентарии направили в Госдуму предложение о полном запрете продажи алкоголя на объектах общепита ночью и в магазинах, расположенных в жилых домах. Также на пленарном заседании народные избранники приняли поправки в закон об охране здоровья граждан. Согласно им, районные власти теперь смогут оплачивать жителям губернии дорогу до больниц. И неважно, поехал человек на лечение или для диагностики. Подобная мера уже действует в других регионах России – Воронежской, Костромской, Саратовской и Оренбургской областях. Кроме этого, поправки дают право больницам страховать жизни работников скорой помощи. Строительство новой современной армии – стратегическая задача, которую поставил Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин. Весеннюю кампанию от Самарской области в армейские ряды должны отправиться почти 3000 человек. Призыв стартовал сегодня, 1 апреля. А накануне члены призывных комиссий сами смогли почувствовать себя солдатами-срочниками, пройдя сборы на Рощинском полигоне. Для Елены Черниковой держать оружие в руках – не в новинку. За плечами у военного комиссара промышленного района Самары – служба в российской армии. Теперь она сама отвечает за призыв срочников. Говорит, сейчас вооруженные силы разительно отличаются от того, что было в 2000-х. Ну, насколько я знаю, что общаясь со всеми, со своими служивцами, которые раньше со мной вместе служили, это вот даже, вы знаете, потоки пытаются не смешивать. Вот один призыв живет отдельно, другой призыв как таковой, как раньше говорили, дедовщина или что-то в вооруженных силах как-то сейчас уже искорнена. А еще доля современной техники и вооружений за последние пять лет возросла в четыре раза. Например, если в 2012 году она составляла 16%, то в конце 2017-го уже около 60%. Боевая мощь Центрального военного округа, к которому относится и Самарская область, благодаря поступлению новых образцов увеличилась почти на четверть за три года. В прошлом году войска ЦВО получили около 1200 единиц техники и вооружений. Служба в армии сегодня из нелегкой обязанности превращается в престижный мастхэв для молодых людей с амбициями. Если, допустим, 10-15 лет назад популярность военной службы была не так высока и наблюдался дефицит призывных ресурсов, то сейчас призывные комиссии, медицинские комиссии в том числе, решают обратную задачу – выбрать из числа желающих самых лучших, самых достойных. Строительство новой современной армии – стратегическая задача, которую поставил Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Президент поставил задачу, чтобы мы были абсолютными лидерами в строительстве мобильной, хорошо оснащенной профессиональной армии. Наша с вами задача – это обеспечение призыва граждан Российской Федерации на военную службу. Как вы знаете, с 1 апреля начинается новый призыв. По плановому заданию у нас 2900 человек. Совершенно очевидно, что нам предстоит впереди большая работа. Вклад каждого комиссара, главы муниципального образования в этой работе очень велик. В осенний призыв 2017 Самарская область выполнила план, отправив в ряды вооруженных сил 1839 человек. Дмитрий Азаров наградил за проделанную работу лучших комиссаров. В их числе оказалась и Елена Черникова. Благодаря усилиям ее команды из промышленного района призвано 130 молодых людей. К весеннему призыву в регионе тоже все готово. Подготовлены, оборудованы призывные пункты районов, сборный пункт области подготовлен к работе. Завезено весовое имущество, продовольствие. Методический сбор на полигоне Рощинского – финальный аккорд в большой подготовке комиссии к весеннему призыву. Главы муниципалитетов, комиссары и медики смогли почувствовать на себе, а многие и освежить в памяти, что такое мощь российских вооруженных сил. В Страсбурге прошла 34-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В состав российской делегации, утвержденной президентом Владимиром Путиным, вошли руководители регионов, в числе которых глава Самарской области Дмитрий Азаров, а также главы муниципальных образований, представители Совета Федерации. На Конгрессе обсуждались темы, которые касаются большинства жителей всех европейских стран. Пристальное внимание проблемам устойчивого развития, миграции, культуры и образования, социальной сплоченности в городах. Российская делегация подняла вопрос о развернувшейся борьбе с русским языком и его преподавании в школах Латвии. Дмитрий Азаров в качестве спикера принял участие в дискуссии на тему региональный референдум «Инструмент демократии. Вызовы и риски». Отмечу, что сейчас в состав Совета Европы входят представители 200 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государств. В период обострившихся дипломатических взаимоотношений с европейскими странами, в том числе связанных с высылкой российских дипломатов, визит российской делегации проходил в непростых условиях. Вот как это по телефону из Страсбурга прокомментировал Дмитрий Азаров. Сталкиваемся, конечно, и с недопониманием со стороны представителей отдельных стран. При этом часто в выступлениях звучит не проблематика местная, региональная, а явно на выступлениях и носит тенденциозный политический характер. Российская делегация делает все в этих непростых условиях для того, чтобы конструктивное обсуждение вопросов, в том числе межгосударственных отношений, сохранялось. И возможность диалога также присутствовала в дальнейшем. В ходе Конгресса открылась площадка общественной организации «Союз российских городов». Она в этом году отмечает 25-летие. В нее входят два крупнейших города Самарской области – Самара и Тольятти. Отмечу, что Дмитрий Азаров в течение ряда лет сотрудничал с «Союзом», работая на разных должностях. Являлся вице-президентом организации, почетным членом правления «Союза». Как сказал глава региона, на Совете Европы вопросы межмуниципального сотрудничества всегда привлекают особое внимание. Выбор сделан. Что дальше? В Самарской области подвели итоги голосования. За благоустройство общественных территорий в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Уже до конца 2018 года в регионе появится 151 объект, преображенный так, как этого захотели жители. Они же будут контролировать работы до самого завершения. В общей сложности на исполнение желаний потратят более 600 миллионов рублей. Это вся радость здесь. И зимой, и зимой, и летом. Вся радость. Вот нам, детям, это что-то. Это самое отдушное. К нам даже приезжают из города. Нина Федоровна Василкова живет на Старозагоре уже 40 лет. Говорит, главный центр притяжения – настоящая жемчужина микрорайона – природное озеро под тенью столетних дубов. Здесь устраивают праздники, гуляют пары и отдыхают целыми семьями, местные жители. И действительно, время не пощадило ни водоем, ни его инфраструктуру. Пруд порос камышами, измельчал, обветшали инженерные системы. Гулять по вечерам здесь темно, говорят местные жители. Мало фонарей. Управляющая микрорайоном Зоя Васильевна долго думала, как привести эту территорию в порядок. На помощь пришел президентский проект формирования комфортной городской среды. Мы тут же составили протокол, собрали собрание жителей там же. Заполнили все, собрали подписи, сдали и вошли одни из первых. Мы туда влились, все, и мы очень надеялись и победили. Благодаря этому проекту будут восстановлены пешеходные дорожки, появятся новые дорожки. Вот здесь вот такая территория достаточно запущенная. Она получит определенную структуру и спортивная площадка, которой сейчас, которой подходов нет никаких, будет тоже удобная для жителей. Детская площадка будет обновлена. Та детская площадка, которая сейчас существует, она будет тоже обновлена. А еще модернизируют сцену, установят лавочки и фонари, и, конечно же, почистят озеро. Работы начнут в мае, а завершат к концу 2018 года. За благоустройство этого сквера проголосовали почти 15 тысяч человек. Опрос проводили 18 марта на избирательных участках. Всего же свое мнение по проектам комфортной городской среды выразили почти миллион жителей Самарской области. Небывалый масштаб. Из 397 предложений наибольший рейтинг набрал 151 объект. Выбор сделан. Теперь в региональном правительстве обсуждают дальнейшие шаги. Сейчас это в первую очередь объявление торгов, это выбор подрядчиков. Есть еще какие-то определенные моменты по согласованию дизайна. Конечно, каждый шаг по дальнейшей работе, он будет согласовываться с жителями. Жители будут сами осуществлять общественный контроль за ходом реализации этого проекта. Поэтому впереди еще большая работа. Я думаю, что мы вместе с муниципалитетами успешно с ней справимся. Сумма, которую потратят на благоустройство общественных территорий, выбранных жителями 18 марта – 641 миллион рублей. Напомним, в 2017-м благодаря президентскому проекту преобразилась площадь Куйбышева. А в текущем году завершат реконструкцию Струковского сада и четвертой очереди Самарской набережной. Начало положено в Самарской области создавать единую экосистему будущих управленцев будет рабочая группа, сформированная из числа кадрового резерва и участников конкурса «Лидеры России». Задача амбициозная при помощи экспертов и наставников. Им предстоит сделать то, чего еще нигде в России не делали. Когда можно будет говорить о первых результатах и какие инструменты используются для организации проектов и идей? Прямо сейчас. Никто не понимает, как это должно работать. Как взаимодействовать должны лидеры, власть, бизнес, общественная организация, пресса, СМИ. Вот этого нет. Вот сейчас мы давайте попробуем вот это вот проговорить. Это главная задача. Участникам рабочей группы предстоит говорить о непростой проблеме. Надо создать проект постоянного взаимодействия кадрового резерва и лидеров России. И если у первых задача получить работу в органах власти, то вторые уже имеют успехи в управленческой сфере и действуют из желания совершенствовать мир. Таких людей называют пассионариями. Пожелания, что нужно сделать со своей стороны, озвучивают органы власти. Надо определяться, в чем именно мы видим участие вот этого вот определенного человеческого ресурса людей. Потому что либо он здесь участник, то есть инициатор этого проекта фактически. Тогда одна ситуация. Если он участник того процесса, который именно генерирует систему органов управления, то другая ситуация. Но вот может быть здесь она и одна из другой может перетекать. Первое у нас видение для этой группы – это создать экосистему, в которую можно предусмотреть использование компетенции пассионария в действующих процессах. То есть это не значит, что мы берем работу. Мы хотим с ними сотрудничать. Как-то. Мы не знаем, как. И, соответственно, второе – это предусмотреть программу как развития кадрового резерва, так и перестановку действующего кадрового резерва. Усиливать работу с кадровым резервом, при этом используя принципы проектного управления, такую задачу нигде в России еще не реализовывали. Самарская группа будет первой. Мы постарались у себя совместить две этих задачи и реализовать их по возможности совместно. И начать непосредственно с кадрового резерва проект по внедрению проектного управления. Эффективность метода работы оценивают ее участники, опираясь на свой немалый опыт. Вопрос взаимодействия участников различных проектов, как лидера России, так и других проектов в структуре этой платформы «Россия – страна возможностей» с органами государственной власти очень важно. И я думаю, что подобные методы проектной работы, в общем-то, свои плоды должны какие-то принести. Я считаю, это очень эффективный формат работы, потому что, во-первых, позволяет объединить всех вместе и все это сделал в достаточно быстром режиме, с целеполаганием определенным, с выходом на конкретные решения. Представить промежуточный результат первого периода работы, так называемого спринта, участники группы должны уже через две недели. Нейровертикализатор для людей, которые перенесли инсульт, запускают в массовое производство. Предприятия корпорации «Ростеха» и Центр инновации медуниверситета подписали договор. Уникальную разработку уже используют на базе областной больницы имени Середавина, в реабилитационном центре в поселке Береза, в 31-й Московской городской больнице и клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве. У 45% людей после инсульта с помощью аппарата активизируется процесс восстановления. Напомню, в медицине президент России в своем послании уделил особое внимание. Стоит задача войти в клуб стран 80+, встать в один ряд с Японией, Францией и Германией, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет. О технологиях, которые этому будут явно способствовать. Далее. На голове очки виртуальной реальности, на ногах пневмоманжеты. Инновационная разработка Самарского медуниверситета для людей, перенесших инсульт, лечит, обманывая мозг. 12 минут пациент, подключенный к такой системе, видит, слышит и ощущает себя способным ходить. Сейчас созданы три виртуальные среды – стадион, набережная и лес. Еще разработчики планируют создать квартиру, парки и даже поместить виртуальную реальность родственников пациента. Лучше равновесие было. И вот, когда ходил, подъем и спуск с горы ощущался на организме. Специалисты отмечают, такой аппарат помогает больным, перенесшим инсульт, полтора-два раза сократить срок реабилитации. В рамках клинической апробации в одном из реабилитационных центров области лечения прошла одна группа пациентов. Курс длится 10 дней. Реабилитацию в ближайшее время пройдут около 70 человек, но уже сейчас, по оценкам специалистов, есть результаты. Пациенты себя чувствуют лучше. У них увеличивается двигательная активность. Раз. Там ощущения появляются, что они двигаются. Вот. И эффект есть, конечно, от этого аппарата. Теперь разработка выйдет в массовое производство. Соответствующее соглашение подписали медуниверситеты, корпорации «Ростех». Мы имеем все необходимые лицензии на производство медицинского оборудования. И думаем, что данный продукт будет крайне востребован в медицинских учреждениях. Мы очень надеемся на то, что «Ростех» вообще компания, ну, очень известная, очень мощная, очень серьезная. У них большой опыт. Самый большой накопленный потенциал для того, чтобы продвинуть вот эти все изделия на предсерийный, на серийный выпуск. Мы ввели сегодня переговоры по поводу расширения производства, ну, в том числе, я говорю, о локализации здесь некоторых проектов, в том числе, о дальнейшем развитии нашего сотрудничества. Следующий документ, который будет подписан вместе с Самарским медуниверситетом, это дорожная карта. В ней будут оговорены сроки, объемы и финансовые условия проекта. С поставленными задачами справились, но впереди еще больше работы. Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги прошедших выборов президента страны. Об этом и не только в нашей подборке важных событий недели. Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги прошедших выборов президента страны. Напомню, больше 75% голосов жителей региона отдали за Владимира Путина. Самарская область стала первой по росту явки по сравнению с 2012 годом среди субъектов, где сменились главы. На участки пришли 66,91% граждан. Это больше миллиона 300 тысяч человек. Заявить о своей гражданской позиции людям не помешал даже сильный мартовский снегопад. На расширенном заседании партии отметили, компания в регионе прошла достойно, организована с высоким уровнем прозрачности. Качественный звук на большом спортивном объекте на Самаро-арене идет монтаж акустических систем. Также подрядчик уже готовит футбольное поле к укладке рулонного газона. Его доставят из Германии. Работа начнут с наступлением плюсовых среднесуточных температур. В Самаре пройдет шесть матчей чемпионата. Четыре в групповом этапе сразится в том числе сборная России, одна восьмая и четверть финал. Дмитрий Азаров готовится к посланию к депутатам Губернской думы и жителям области. Такой формат постановки задач предусмотрен уставом региона. В социальной сети руководитель спросил у пользователей, какие у них будут предложения. Люди откликнулись активно и обозначили ряд вопросов. Они касаются целого ряда тем. ЖКХ, медицины, промышленности, сельского хозяйства, спорта, транспортной системы. Человек эпоха. В Самарской области простились с Валентином Романовым, выдающимся государственным и партийным деятелем. Пять созывов он представлял регион в Государственной думе. С 90 по 91 был первым секретарем Кубышевского обкома. Его заслуги отмечены многочисленными наградами, но, наверное, главное – это оценка людей. Причем его уважают представители разных политических партий и разных поколений. О человеке, который до конца оставался верен своим убеждениям в нашем материале. Он любил жизнь, умел улыбаться глазами, при этом иногда смотрел жестко. Валентин Романов порой яро спорил, но всегда слушал. В 61 году после окончания Ленинградского политехнического института по распределению был направлен в Новокубышевск. Здесь и началась его карьера на политическом поприще, хотя для него это, наверное, не карьера. Как говорят соратники, он всегда служил народу. Это видео было записано в 93 году. Журналист спрашивает, какие чувства испытывал Валентин Романов в 91, когда ему пришлось покинуть пост первого секретаря Кубышевского обкома. Ну что, горечь большая. Не в смысле личном. К сожалению, журналисты частенько сводят к тому, что вот портократы сожалели о чем-то личном. Нет. Он был верен идеям и до последнего отстаивал точку зрения. Принципиальный, авторитетный, несгибаемый. Настоящий коммунизм. Благодаря Роману многие люди вступали в партию, потому что он был честный, порядочный. И всегда его слова не расходились с делом. Зачищал интересы людей всех, всех простых людей, всех абсолютно. Был добрейший человек, добрейший. Эти слова не просто заслужить, но еще сложнее оправдать. У Валентина Степановича это получалось. Его соратник из Оренбургской области говорит, Романов был примером. Мы учились у Валентина Степановича умением быть убедительным, умением быть внимательным к людям. Вот действительно преподнес нам уроки вот этой человечности, отношения к простым людям. В этом зале представители разных политических партий и разных поколений. Но все говорят об уважении к Валентину Романову. Его биография знакома, наверное, всем жителям Самарской области. Интересы нашего региона он отстаивал всегда. Валентин Степанович Романов никогда не оставался в стороне от политической, экономической жизни региона. Он всегда в ней активно участвовал. Я думаю, что вклад Валентина Степановича в развитие нашего региона достоин того, чтобы его имя было увековечено и среди тех людей, которые являются почетными гражданами Самарской области. Валентина Романова похоронили на кладбище Лесное в Новокубишевске. Городе, который он так любил. Пока точки над «Э» расставлены только в этих темах. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин